МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас святая служба информации телерадио компании Гомель. У студии для вас працует Наталья Гнатенко. Доброй ранецы. Сегодня завершается регистрация кандидатов у депутаты Палаты Прадставников Национального Сходу Республики Беларусь 6-го скликанья. Округовая выборчая комиссия проводит посаджение и принимает кончатковые решения. Одно из них отбылось у администрации Новобелецкого района, яго наведал на зиральник адмиссии СНД. На посаджение округовой выборчой комиссии Гомельской новобелецкой выборчой округи номер 36 по выборах депутатов Палаты Прадставников было огучено, что пакеты документов подали 5 человек, які мают намер вылучиться кандидатами у депутаты. Прадставленные ими документы проходили проверку розными державными службами, у тымлику податковыми организациями, дзерж аутоинспекцией и милицией. Выники проверок подвели миновито на гэтым посаджение. Заходячи с гэтага, и было принято решение об присвоении вылученцам статуса у кандидатов у депутаты. Подтвердили достоверность сведений все проверяющие организации. Кроме того, существовала проверка подписных листов. Два лица, намеревающие стать кандидатами депутаты, подали пакеты документов, содержащие подписные листы. В результате проверки также были выявлены незначительные помарки, которые не препятствуют этим лицам стать кандидатами депутаты. С 12-го жнивня люди, которые отримали статус кандидата у депутаты, смогут начать агитационную работу. До речи, агитационный этап будет продолжиться по 10-го вересня. Нагадаем, выборы депутата у палаты представников Национального схода Республики Беларусь 6-го скликанья призначены на 11-го вересня. На Гомешчине уже намолочено амаль 950 тысяч тонн сбожжа. Зараз убрано, прикладно, 90% палетков. Лидерами по намолоте по ранейшему з'являются господарки Речицкого района, у яких уборочная уже завершена. Тут намолотили свыше 105 тысяч тонн. На другим местам аграры Будокашалевского района. Их выник 93 тысячи. Сред комбайнеров абсолютные лидеры – механизаторы к СУП Агрокомбинат Холмич Речицкого района. Экипажи Ивана Вырвича и Олега Хвоста, Василя Коваля и Виталия Ильева – одинные у ргионе, и ке намолотили больше, як 3 тысячи тонн сбожжа. Перший у спися водителя – так само представник господарки Виктор Кардаш, и ке перевез свыше трех тысяч тонн. Больше, як 15 архиерея уз Беларуси, России и Украины сёня проведуть боскую литургию у Свято-Петропавловским кафедральным соборы Гомеля. Мероприемство примирковано до Дня памяти Святой Преподобной Манефы Гомельской. Узначалець литургию Патриарши Акзарху сия Беларуси Высокопрасвященный Павел. У гэты ж день он приме у делу открытия мемориального покою, присвеченного архиепископу Аристарху. Перстёнки, иконы, посуд. У Лоеве молодёжный международный отрад проводить раскопки на местце старожитного городища. Сюрод волонтёров – представники России, Японии, Франции, Германии, Испании, Павднёва Африканской Республики. Об знаходках и уражениях доброохвотных археологов у материаля Олега Сенсюрова. Программа работы Международного волонтёрского археологичного лагеря разностаивная и насыщенная, а прича непосредный раскопок, ознайомление сущастной Беларусью на прикладе Лоева, удел у днях беларусской культуры и приведение вечерин национальных культур. Уденники лагеря обицают рассказать об своих краинах и почаставать национальными стравами. Диалог на узроу незавычайных грамадян – это одна задача Международного лагеря. Подчас находжения в Беларуси есть макчимость ближее познайомиться с ее историей и культурой и доведется шмат нового. Молодые люди прознаются, до приезда сюда, а в нашей краине практически ничего не ведали. И ведьми издевились, коли оказалось, что тут живут гостиные люди. До того, как я приехала в Беларусь, я только посмотрела брошюру для туристов. Первое, чем я столкнулась в Беларуси – это гостеприимство. Люди всегда были готовы мне помочь. Волонтёрский лагерь у Лоеви – проект международный. Теорито его организаторов – Белорусская лига доброохотной працы молоди. Немецкая организация по захованию спадщины, Институт истории, Национальной академии наук, Лоевский рай Ваканкам, Дача Танас-Гожнивня, Ягоуденники будут допомогать белорусским учёным проводить раскопки на территории старожитного поселища. А в Якимпакуль ведома не шмат. В археологическом смысле было известно, что здесь есть отложения времён Древней Руси, но не было известно ни их распространения, ни их мощность, ни их характер. Что мы пытаемся выяснить уже второй год. Благодаря широкомасштабным раскопкам, которые были начаты прошлой осенью. Усё знайденное подчас раскопок будет передадено у Институт истории Национальной академии наук, где экспонатами займутся в учёные. Кажут, что по арестках того же посуду можно будет установить навод прикладную колькость тагачастного насильництва. Одна из из находок бронзовой иконы Ростов Христова в учёные относитие до 18-го ста годя. Достаточно редкая речь, якая належала верогодней за всё тагачастному местовому священнослужителю. Сярод Знойденога так само кулят с брои 18-го ста годя и речески Перстёнка, калимирковать по им, тагачастное прагажение отдавали перевагу рачному жемчугу. Лоевские краизнавцы в уголе вельми спадяются, что раскопки допомогут написать новые сторонки местовой истории. Первый вспомин об Лоеве у письмовых границах относится до 1505-го года, а лепаселище тут исновало и ранее. Это сегодня Лоев – городский посёлок. А в том же 16-м сагодзе он одним из первых на территории сучасной Гомичной отрымал Магдебургское право, что свечало об его статусе як бойного центра вытворжисти и грошово-товарного обмену. Среди Гомичской области Лоев – один из первых городов, получивший это право. Позднее получил Мозырь, а ещё более позднее время получил город Гомель. И, конечно, это говорит о том, какую историческую роль играл этот город. Олег Сентяров, Игорь Мариченко, телерадио-компания «Гомель» – Злоева. Сегодня у областным громадско-культурным центра отбудется урочистый сход с нагоды на доходзе чага свята – Дня Будовника. А у Гомельским Аблы-Канкаме разледзять пытанья казанья туристичных послуг жихарам Беларуси и замежным громадянам. Усе подробязности глядзите у наших наступных выпусках новинов. На Гомельщине протягивается сезон школьных кирмашоу. До нового навучального года у регионе их плануется провести каля 200, а у областным центры дейничают стры основные гандлёвые пляцовки. Самая буйная з'их працуюя по выходных на площади Паустання. До того ж, широкий ассортимент самых разнастайных товаров гомельчанам пропанують два постоянно дейчих школьных кирмаша каля крытого павильона центрального рынка и гандлёвого дома Речицки. Тут дитячую вопротку абу такие канцелярские товары можно набыть до 4-го вересня уключна. Пакупникам пропанують дзеловые и спортивные костюмы разнастайной каляровой гамы и фасонов для усіх узростовых групп школьников. Что тычыцца канцелярских товаров, от пропанаванного пералику малявничых шитков, нататников, ручек и инших необходных в учобе речев разбягаются в очи. Треба отзначыць, набыть товары на школьных кирмашах можно по знижаных ценах. Державные гандлёвые организации и индивидуальные предпринимательники пропануют приемные скидки. На наших ярмарках достаточно широкий асортимент как письменных принадлежностей, школьных, канцелярских товаров, а также одежды и обуви на различный вкус и, соответственно, финансовые возможности родителей. Младшего школьника можно подготовить к школе в ценовом диапазоне от 200 до 400 рублей. Ученика старших классов от 250 до 600 и выше рублей. Гомельское областное объединение профсоюзов оказывает бесплатную юридичную допомогу молодым специалистам. Консультации по прационных и социальных пытаниях будут проходить до 31-го жнив неуключна. Звернуться до специалистов можно по телефону в Гомеле 71-01-08 альбо 71-00-85 с 8.30 до 17.30. До дня белорусского письменства рыхтуется целый шерах новых выданий, участка яких суместные проекты гомельских и замежных литераторов. Про это у эфиры программы «Задай пытание уладе» радиостанции «Гомель плюс» распавел старшиня Гомельского областного отделения Союза письменника у Беларуси Владимир Гаурилович. Нагадаем одна из головных падей года культуры на Гомельщине День белорусского письменства отбудется 4-го вересня у Рогачеве. Присвеченные до его мероприемства начались еще у початку года як и под рыхтовка до самого свята. Члены Гомельского областного отделения Союза письменника у Беларуси рыхтуются особную программу. Одным из центральных мероприемств станет презентация сборника пьес сучасных гомельских аутеров под названием «Паслядовники Макайонка». А кроме того, по их запрошенне на святе так само чекаются гости из Украины и России. Так литераторы Стаганрога, Краснодара и Ростова-на-Доня презентуют книгу, у якой будут представлены их творы, перекладенная на белорусскую мову минавито гомельскими аутерами. Подобный суместный с нашими литераторами выдавецкий проект презентуют и украинские гости. Вельмі шмат презентацій. Даречі, так само буду презентовать свою книжку. Там я выступаю як публіцист, лірик. Гэта книга-альбом «Туровская рапсодия», якая вышла у Мінску. Кніга унікальная. Як мне падається у гісторії у вугуле гомельскій в області такая книжка, перша, якая рассказывая минавито про гісторичный некий регион, про нашу агульную гісторію і про тих людей, які живут на нашей старожитной земле. У литовскім Тракаї адвусі чемпіонат свєту повіславанні на байдарках і каное сі род ветеранов. На гэтым прэстыжным старті адзначыліся гомельчані. Я ныне раз подымаліся на п'ядыстал гонору. Сосвітний шампіонат у Тракаї выдався масштабным. Каляць 350 спортсменів з 30 країн. Самым молодым удельникам було криху за 30. Верхній узроставі мяжі нема. Масштабным був форум і по іменнах. На старт выходіли минулые чемпіони свєту, Європа, Олімпійські гульняв. Так що на п'ядыстал пробіться було непросто. Сергій Яшин привез сусвітного форуму 5 узнагород. Золота 4 серебра. Золотые 1 серебряны медалі завоєваныя у міксті. Яшетрі узнагороды здабытыя у рейтинговых заєздах. А тому яны мають великую цану. Своє медальна шестя на чемпіонаті Сергій Яшин пачаў з байдаркі одіночкі. У заєзде на дистанції 2000 метрів ян став другім. Празнікалькі годин разом з яшэдным гамельчаніном Аркадзім Плешніным ян вийшов на старт заєзду двоек на той же дистанції. Дуэт з Гомеля паказаў другі час. Аднак самай каштовна Сергій Яшин лішыць узнагороду завоєванну уз паборністах шчаць ёрак на 2-х кілометровой дистанції. До тандэму Яшин-Плешнін далушыліся Геннадзь Мяжэнніков і Юры Талкачоў. У фіналі гэты квартэт заступів толькі нямецкэму екіпажу. Каманду четвёрку саздаць как і в профессиональному спорте, так і ветеранскам очень тяжело. Конкуренція сумасшедші і подобрать равне калічіство грибців, щоб могли дзержать длинну дистанцію, очень тяжело. Спасиба ребятам, вони выдержали, прошли экзамен. Просто здорово. Ветеранскі спорт нічым не адрозніваецца ад профісінах. Любые перамоги, гэта выні кропатливы і долгай працы. Подрыхтувку до шампіонату світу гамлячані пачалі ашэ минулай восіню. В цей сізон і я, і рэбята роботали просто как нікога, тому що урэйні віступлений ведущих атлетів очень високий. В срэднім, щоб вы понімали, за треніровку полтора часа грибец перелапачиваю 90 тонн води. Тобто віде треніровки 180-200 тонн, т.е. 5 вагонів. Не каждая выдержит, а, соответственно, і не каждая становиться чемпионом. Увагалі для гэтах Веслару спорт не хобби, а ладжитя. У своєй 57 і 59 гадов можуть дать фору многим молодым. Да і не скажеш, що гэта статні хлопці, а мальпенсіоніра. Це стіль жізні. Хобби вже закінчилось. Тому що, як, дня без треніровок вже плохо. Уже чувствуюся не в своєй тарелці. Уже тянет на воду. Зимой у нас теж практичіски без выходних ми треніруємся. Залы сухі, тренажерні залы, басейн плавательний. Чемпіонатом світу споборницкий сізон для спортсменів не заканчується. Тепер Сергій Яшин і Аркадь Пляшнін узмозна нарыхтується до чемпіонату світу по марафону і сурйозно маєць намер стати лепшим на 20-кілометровій дистанції. Тоболь, што в опыт єсть. У актыві гомельськага тандэму золота європейськага чемпіонату по марафону. Максим Савін, Явген Паблавец, Ігор Марышенко, Телерадо Кампанія Гомель. І на гэтым раннішній інформаційный випуск Телерадо Кампанії Гомель завершений. У студи для вас працювала Наталья Ігнаценка. Я і мої колеги жідаєм вам удалого дня. До нових сустріч у ефірі. Дякую за перегляд!